Чтобы порвать российский паспорт, биполяркой страдать не обязательно. Япония зло. Тебя посадят на бутылку. Главное это терпеть. Ой, я же в твоих сторисах это видел. Президент Украины очень глупый человек. А вот Путин. Итак, приветствую всех на канале Парабеллум. И это мое пилотное самое первое интервью. В гостях сегодня Слава. Говорить, чтобы нечего. Привет, меня зовут Слава, мне 20 лет. До прошлого года я жила в Калининграде, училась, росла, грустила, страдала. Иногда с племенами, но лучше. Но год назад мне резко пришла в голову идеи куда-то уехать. И я попала в Китай, неожиданно. Вот, это в принципе все. Сейчас я там живу, учусь. Насколько ты знаешь, я впервые пробуюсь в жанре интервью. Но у тебя это уже далеко не первый опыт. Или все-таки далеко? Далеко. Но перед камерой ты себя чувствуешь более-менее уверенно? Ну да. Подсказывается опыт Инстаграм-блогинга? Не сказала, просто... Ну, это же камера. Всегда можно что-то вырезать. Если бы это был прямой эфир, дело было бы другое. Согласен. А ты вообще планируешь развиваться как Инстаграм-блогер или даже за пределами Инстаграма? Пока что я планирую развиваться только как Инстаграм-блогер. Потому что я комфортно чувствую себя, когда я нахожусь на видео других. Но самой снимать мне было бы что-то неуютно. Плюс, я думаю, все это занимает очень много времени. У меня физически нет столько времени. Плюс, самая большая платформа YouTube, она в Китае сблокированная. И даже с Инстаграмом я очень сильно мучаюсь. С YouTube это было бы невозможно, думаю. То есть ты оставишь это, скорее всего, на уровне хобби? Да, возможно, я пока не знаю. Зависит от моего расписания, от планов, которые будут во время учебного года. Пока что я планирую немножко расти. Конечно, не так, чтобы потихонечку, потихонечку. Это для меня не то, чтобы какой-то мега-цель, профессия. Это просто хобби. Я делюсь с людьми какой-то информацией, своими мыслями, эмоциями. Я просто вспоминаю русский язык, пытаюсь его не забывать. Вот так вот. Так что не забудьте подписаться. Ссылку вы найдете в описании. В Китае, значит, заблокирован YouTube? Да. А что еще там заблокировано? Без чего невозможно жить? Ну, на самом деле, потом оказывается, что возможно быть без всего. Заблокирован YouTube, Instagram, Twitter, Tumblr, WhatsApp, Facebook, Viber, LinkedIn заблокирован. Уже все не вспомнишь, но в основном ты вспоминаешь, что он заблокировано. Когда заходишь на эти ресурсы, видишь, о, какая ситуация. Это все, так сказать, тот самый великий китайский фаерволл. Да, Google тоже заблокировал. Ну, ты его, как известно, обходишь. Его все обходят. Он не является таким необходимым препятствием. Все с помощью VPN. Все ты имеешь в виду, все твое окружение, то есть иностранцы или китайцы тоже? Китайцам это не нужно. У китайцев есть свои аналоги, и они не понимают, зачем использовать Google, если у них есть Bytex. Зачем использовать Twitter, если у них есть Eibo и прочее? У них есть те же самые аналоги, только в некоторых моментах даже лучше, чем зарубежные. То есть китайцы вполне комфортно себя чувствуют в собственной среде. Это как если бы у нас было только ВКонтакт, а что у нас еще есть? У нас, в принципе, ничего нет. То есть у нас есть ВКонтакт, у нас есть Фейсбук, но большинство людей сидят ВКонтакте, потому что они не видят смысла сидеть в Фейсбуке. Там нет их друзей, там сидят люди, мало людей сидит в Фейсбуке. И большинство сидят ВКонтакте, и не видят ли, как приходить в Фейсбук. То же самое с китайцами. А какие китайцы? Как китайцы сами относятся ко всему этому? То есть они прямо ходят по струнке, или же все-таки они более свободолюбивые? У них понятие о свободе совершенно иное. У них даже нет такого понятия, как внутренняя свобода, думаю. Они не ходят по струнке, не ведут себя расслабленно. Но дело в том, что они в плане политическом максимально пассивные. И им этого не надо. То есть когда люди говорят о китайцах, они представляют, что несчастные китайцы имеют такой же менталитет, как у нас, и страдают от того, что у них происходит. Но на день... Заработают за миску риса в день. Да, на самом деле. И у них немного другие приоритеты в этом плане. И понятие о свободе у них немного иное, чем у нас. И они от этого не страдают. Они просто не задумываются об этом. Они могут делать всё, что захотят. Ну, хотят они... Они очень прагматичные люди. И хотят они сделать свою жизнь как-то лучше. То есть они имеют право работать, устраивать бизнес, заниматься бизнесом, кормить свою семью, путешествовать. То есть у них есть все возможности жить хорошей жизнью, и они это и делают. То есть китайцы получают то, что им необходимо, но при этом многого им не надо. Правильно? Да. Наверное, многие ждут, что я задам главный вопрос, возможно, для некоторых. Есть ли в Китае коммунизм? Думаю, это как идеология. У них на самом деле экономического коммунизма нет. Коммунизм только... Ну, потому что он невозможен. Да. Коммунизм только в качестве правления. У них политическая система... То есть расставить красные флажки по всему. Да, вот только вот в этом плане. Экономическая система, конечно, не коммунизм. В школе учат коммунизму в плане идеологическом. Даже не в идеологическом, а в каком-то политическом. У них там что-то своё, очень специфичное. Допустим, у них есть пара такие, как история коммунизма, цитаты Мао Цзэдуна. То есть как в наших вузах в советское время. Да, но вместе с тем экономика у них абсолютно не коммунистическая. То есть у них нет никакой социалки. То есть, насколько я знаю, там многие вообще не получают пенсии. Пенсии есть, но с нашими несравнимы. Потому что в Китае все их родители обеспечивают дети. Дети всегда обеспечивают родителей. То есть никому не раздают ни бесплатных квартир, ни якобы бесплатных? Нет, нет, нет. Ни квартир, ни... Даже медицина, там детский сад. Чтобы ребёнку дать детский сад, нужно платить в Пекине примерно на рубли 50 тысяч в месяц. Столько стоит ребёнок. Потом университеты тоже денег стоят. Школы стоят денег, все курсы стоят денег. То есть там нет бесплатных кружков, почти бесплатных у нас за 500 рублей в месяц. Ребёнка можно дать на спортивную секцию или в музыкальную школу, ещё куда-нибудь. И он будет ходить. Там всё платно. Бесплатного ничего вообще нет. То есть, получается, по сути, самое якобы коммунистическое государство в мире вело у себя дикую капиталистическую систему. Правильно я понимаю? Госкапитализм. Думаю, это можно так назвать. Ну, госкапитализм всё-таки это скорее салон, где государство было монополистом вообще на все сферы экономики. Да. Там же всё-таки... В Китае всё-таки есть свобода предпринимательская. Есть огромные корпорации. Есть огромнейшие корпорации. Бизнес очень развивается. Бизнес может организовать почти каждый. Там, не знаю, еду свою продавать, ещё что-то делать. Всё это свободно. Но самые крупные бизнесмены, они входят в партию. И партия всё равно это контролирует. То есть люди развиваются, могут бизнес вести свободно, могут владеть корпорациями, могут иметь частую собственность. Но самые-самые крупные, успешные люди, они всё равно в партии. Но при этом ты спокойно можешь напечь пирожки, пойти их продавать на рынок, и никто тебя за это не расстреляет. Нет. А за что расстреляют? За что расстреляют? Расстреляют... Не знаю. Я слышала, за коррупцию раньше расстреливали. За коррупцию очень жестокие наказания. У нас в Африке очень любят всегда упоминать про то, что вот в Китае бы вас всех вы расстреляли. С коррупцией в Китае очень сильно бодятся. С наркотиками бодятся. Могут расстреливать крупных наркоделеров и крупных коррупционеров. Но, думаю, других не расстреливают. Посадить могут за то, что если ты идёшь против партии и устраиваешь какие-то там протесты, если ты мутишь воду. Но это особенно никого не тревожит, потому что... Я же говорила, китайцы в политическом плане максимально пассивные. И если они чувствуют себя более-менее хорошо, они не пойдут это. Потому что если... Сейчас такую вещь затронула к мировоззрению. Если у нас романтизм идти против толпы, идти возглавлять какой-то протест, и сам протест считается чем-то очень классным, романтическим и супер поощряемым, то в Китае у них даже нет таких категорий, как хорошо или плохо. У них есть такие категории, как общество одобряет, и общество не одобряет. И людей, которые идут против толпы, они, по сути, изначально обществом неодобряемы. Поэтому они не станут героями какими-то. И в основном протесты, и люди, которые устраивают протесты, они долгое время взаимодействовали с западной культурой и немножко приобрели себе вот это западное мировоззрение. Интересно. То есть, получается, это есть тот самый другой менталитет? Это другой менталитет, да. Но вот мне интересно. Все-таки кухонные разговоры под... Когда никто не слышит, нигде нет жучков, там нет агентов КГБ, не сидят ли китайцы втихаря и не проклинают ли Мао Зидуна? Нет. Во-первых, ну, жучков там нигде и не стоит. Все максимально свободны. Я часто говорю об этом. Они не боятся. То есть, когда я начинаю говорить о политике, все резко замолкают и смотрят на меня большими глазами. Такого нет. Они говорят об этом абсолютно спокойно и большинство всех все устраивает. То есть, они имеют возможность там чего-то учиться, чего-то работать, питаться, путешествовать. Их это устраивает. Они больше акцентированы на семью и на людей, чем на политику. То есть, это некий общественный договор? Это менталитет, это культура. Потому что у них, получается, на главной площади, как она, Тян-Ян-Мэн, да, висит портрет Мао Зидуна, который убил 60 с лишним миллионов человек. Как они говорят? Это к этому они относятся. Он, конечно, убил, но зато наша страна делала прорыв. Миллион плюс, миллион минус – это у них в культуре очень развит коллективизм. Если у нас культура индивидуалистическая, то у них она максимально коллективистическая. Может, поэтому у них и получилось построить такую систему. То есть, у них все-таки… Личность – это не так важно, как у нас. У них, скорее, более важно общество, чем личность. То есть, человеческая жизнь практически также, по сути, обесценена? У них нет такого понятия, что жизнь можно обесценить. То есть, они об этом даже не задумываются? Да, они даже об этом… Они думают о других вещах. Они… Вот сейчас можно подумать с моих слов, что они вообще как болванчики, ни о чем не задумываются. Они задумываются на других вещах, о которых мы не задумываемся, и которые нам даже сложно представить, потому что у нас в мировоззрении нет таких концептов. А вот ты сейчас на каникулах приехала из Китая в Россию. Мне интересно, контраст между Китаем, Калининградом и остальной Россией чувствуется? Конечно. Как ты считаешь, все-таки Калининград очень сильно отличается от остальной России? Не то, чтобы я много была в остальной России. Максимум, где была, это Москва, но Москва — это не Россия. Да. Можно признать. Это да. Еще я была в Благограде. Отличается очень сильно. Но я знаю людей из России, из другой России. Ну, по их рассказам, потому что они рассказывают, особенно люди из совсем далеких мест. Все отличается. То есть у меня в голове... Я родилась в Калининграде и выросла. Мой папа родился, вырос. Бабушка здесь родила еще в 55-м году и выросла. И вот такой стыдей я росла. Семья у меня даже не полностью русская. Папа литовец, все смешано. У меня в голове даже никогда не было... Да, насколько я помню, у тебя труднопроизносимая фамилия. Да, труднопроизносимая литовская фамилия. И у меня в голове никогда даже не было таких границ. Поехать куда-то там... Выехать за границу никогда не было событием. Путешествовать с другими людьми, общаться. То есть, сколько я помню, всегда можно было сесть на автобус или на машину, поехать в Литву, в Польшу, а есть там в Германии, куда-то еще. И это никогда не представлялось для меня чем-то прям сверхсверх. Я всю жизнь видела европейцев, европейский стиль жизни. Ну, папа у меня тоже литовец, гражданство ЕС. Дед тоже. То есть это не было никогда для меня проблемой. Но иногда я говорю с людьми, которые приехали из большой России сюда, и когда они слышат о тех вещах, что говорю я, что вот, ну, да, была там, ездила на выходные, съездили в Польшу, закупились. Потом заехали в Германию, покушали, вернулись обратно. Они смотрят такими большими круглыми глазами и говорят, вот это, да, а я приехал по адресу. Ну, вообще поражает статистика, по которой Россия за гранд-паспорта имеет только 30% населения. Да, вот трудно поверить, что люди так живут. Да, мне трудно поверить, тяжело представить все это, потому что... Представить проще, потому что я все-таки из маленького подмосковного городка. Да, и мне это трудно представить, потому что как-то я... Ну, здесь другая стрида все-таки, здесь как-то все смешивается. Я знаю, что россияне едут в Калининград посмотреть на Европу, а европейцы едут в Калининград посмотреть на Россию. И все это здесь смешивается, и получается очень интересный контраст. Да, контраст здесь довольно яркий. Это я знаю по себе, как человек некоренной калининградец. Но, насколько я знаю, ты и твой путь сейчас, можно сказать, счастливой студенческой юности в Китае не был простым. И главным твоим препятствием стало приполярное расстройство. Конечно, у меня была биполярка, но биполярка была препятствием в общем к счастливой жизни не в Китае, потому что в Китае... Китае было очень смотным решением, а биполярка была просто тем, что мешало мне начать жизнь как человек. Не могла бы ты рассказать некоторые подробности о том, с чего это началось, как было диагностировано и в итоге успешно, насколько я сейчас помню, у тебя ремиссия? Да. Началось это еще в раннем детстве, когда я начала путать день и ночь. Мама рассказывала, что я была совсем диким ребенком, который никогда не сидел на месте, бегал, орал, падал, кричал, все разносил вокруг. Потом в 13 лет у меня началась первая мания. Это было... Я очень мало помню, но помню, что это было совсем дико. Потом я переходила из мании в депрессию, с депрессией в манию. Депрессия первая у меня была в 15 лет, я тогда набрала 20 килограмм. Потом за два месяца сбросила 25, чуть не впала в кома. Блин, прости, прерву на секунду. Я, насколько читаю про депрессию во время биполярки, все пишут то, что ты не кушаешь, теряешь вес. Это атипичная депрессия. Депрессия из разных видов. Вот у меня было так, что как-то я... Секундочку. Но при этом все люди, которых я встречаю в реальной жизни с биполяркой или с депрессией, они в основном толстеют. Толстеют во время депрессии. Вот у меня то же самое, абсолютно. Ну, как-то так вот. Раз на раз не приходится. Так, мы остановились на... Прости, что я тебя перебил. Да, я набирала... Потом вернулась сквозь средний вес. Потом было что-то совсем еще более дикое, потому что у меня начались психотические симптомы. Я начала видеть какую-то чепуху. Я начала слышать. То есть я думала, что я там ауры вижу, хуяуры, биоэнергетик какой-то. То есть у тебя были настоящие галлюцинации? Да. Нет, это пока что не настоящие. Это просто магический вид мышления. Забыла, как это все очень называется, но вроде это называется магическое мышление, которое свойственно людям, страдающим биполярным и всеми этими нехорошими вещами. То есть эзотерика вот это все... Да, я очень была глубоко во всей этой эзотерике, в магии, во всем этом. И все это вылилось в то, что однажды я... У меня начались стоятные галлюны. Я чувствовала себя совсем ужасно. У меня путались мысли. Это очень сложное состояние. Не думаю, что реально описать, потому что люди, которые... Ну да, я-то тебя пойму, но вряд ли поймут те, кто будут смотреть нестрадающие бары. И, короче, однажды я сказала маме, что маме все плохо. Нужно, короче, лечиться. Мы искали врача. То есть ты сама пришла к такому выводу? Ну да, в один момент я пришла к такому выводу, потому что мне было совсем плохо. Мы начали искать врача. Долго его искали. В итоге получились найти врача. И она сначала провела мне обследование. Мне делали... Это было, как называется, МРТ. Делали ЭАГ. Это вот на голову, куда надеваешь. Да-да-да. Сейчас все почеку и смотришь. Мне провозили разные тесты. В итоге пришли к выводу, что у меня биполярка. И начали лечить. И как долго? Я лечилась, на самом деле. Я пила таблетки месяцев 9 без педерыва. И сначала... Иногда мне было хуже, иногда лучше. Но, по крайней мере, спустя 9... Ты помнишь, какие таблетки? Точно не вспомню. Я помню, что... Долго подбирали? Не так долго. Сначала я пила... Забыла, как это называется. Нормотимик. Фенлипсин. Фенлипсин. Он мне не зашел, потому что тогда я впала в реальный психоз. И меня чуть не положили в дур. Но все, обошлось. Я порвала паспорт. Ну, блин, на самом деле, для того, чтобы порвать российский паспорт, биполяркой страдать не обязательно. Я получила его спустя 2 недели снова. Так что это не проблема. Эту часть можно немножко смазать. А что это преступление? Ну вот. Потом мне уже назначили другие лекарства. Точно не помню, какие. Помню, что там был серолиджен. Это очень мягкий нейролептик, который, если ты в больших дозах, он нейролептик, то меньше он успокоительный или просто выравливающий. И еще какие-то таблетки пила. Забыла их название. Желтый антидепрессант и что-то там еще. Еще всегда лид пила в конце. Желтых я не пробовал. Ну, они хорошие. Дорогие, правда. В следующий раз пойду в аптеку и попрошу. Желтый антидепрессант. Ну вот. Потом первые улучшения были, когда я с папой поехала в Афиопию. Три панических атаках. А, блин. Извиняюсь, не послышалось удушения. Нет. Первые улучшения. Не, у меня все было. И панические атаки. И резала из себя. Чего только не было. Ужас, короче. И не могла жить нормальной жизнью. Не могла нормально общаться с людьми. Это... Ну, думаю, все знают, что такое полярка. Если не знают, они могут прочитать. Ну, или посмотреть видео на моем канале. Да, то есть все об этом знают. Нет смысла это описывать. Вот первые улучшения были, когда сразу после психоза папа решил взять меня в Афиопию. Потому что, ну, он посчитал, что сейчас я посмотрю на настоящую жизнь и пойму, что я живу счастливо. То есть, ну, все равно есть люди, которые в психиатрию не верят и думают, что люди просто свободны на жизни с того ракурса. А если они посмотрят с другого ракурса, им станет хорошо. Я помню в Инстаграме твои фотографии из Афиопии. Там у тебя такой вид, будто ты... Умиротворенный вид, будто ты достигла катарсиса. Ну вот. И там я продолжала пить таблетки. Я месяц каталась по Афиопии. Я смотрела много разных вещей. Интересно. Потом вернулась, продолжала пить таблетки. Мне иногда было хуже, иногда лучше. Но в итоге, спустя 9 месяцев, я пришла в более-менее относительную норму. Но вот самую норму я пришла, когда уже приехала в Китай. Как ни странно. То есть, смена обстановки окончательно помогла тебе прийти в себя? Возможно, смена стиля жизни, смена окружения, смена... Ну да, смена обстановки. А ощущаешь ли ты на себе сейчас какое-то влияние бар? Может, какие-то проявления? Возможно, да, ощущаю. Иногда, в хорошем смысле, я могу собраться и работать, и работать, и работать. Я заметил по твоему инстаграму. Да, то есть я могу сконцентрироваться и работать, не прекращая, просто очень долгое время, если я соберусь. Но всё равно нужно за собой очень следить, потому что можно вылететь или в одну стоять, или в другую, и выйти из демиссии. То есть иногда мне бывает грустно без всяких причин на то, но в такие моменты я понимаю, что всё, сворачиваемся, нужно вести себя аккуратно, пытаться правильно, есть авокадо, лосось, лосося, спать вовремя и смотреть на море. Ну вот. То есть ты примерно себя, ты ощущаешь изнутри и знаешь, как это контролировать. Я чувствую в свой организм, я чувствую свою психику, если я понимаю, что что-то не так, я максимально мягко к себе отношусь. Вот. Иногда эти моменты случаются, и в те моменты я веду себя аккуратно. Но я уже не паникую, я знаю, что это такое, я знаю, как с этим справиться, и всё хорошо. То есть сколько у тебя примерно занял период от осознания до ремиссии? Полтора года, думаю. Полтора года? Да, или два года. Потому что биполярная расстройство сейчас проблема, которая, можно сказать, скрылась недавно. Сейчас много мемчиков и много спекуляций различных на эту тему. Но тем не менее, действительно большое число людей, для многих это проблема, которая буквально парализовала их, и они буквально не могут дальше жить. Да, я знаю, я раньше сделала биполярный конфе, там я читала очень много историй разных людей. Также, думаю, очень большой роль выздоровления играет окружение, обстановка, лечение, которое получает человек, и сам его настрой. Кто бы что ни говорил, настрой очень важен в этом деле. И нельзя списывать всё отсутствие настроя на полярку. Потому что если, если для настрой что-то делать, и хотя бы немного воли, если хотя бы не очень сильно депрессия, то всегда можно хотя бы постараться, хотя бы... Силой духа! Немножко, вот звучит как начни радоваться, улыбнись и иди бегай, и работай, нет, это не так. Ну, на самом деле, да, прекрасно это понимаем, то, что... Угу. Эта хрень не работает, типа, взбодрись, что-то как тряпка и так далее. Нет, работает, это только тогда, когда ты сам понимаешь то, что тебе сейчас, вот ты реально хочешь. Да, только если очень сильно заставить себя, хотя бы... Ты реально хочешь заботиться о себе и жить нормальной жизнью. То есть начинать делать мелкие шаги. Да. То, о чём я говорил. И снова переставить это с пессимизма на оптимизм, потому что это очень сильно влияет. То есть смириться со своей природой, понять её и... Да, это нужно принять, это нужно понять. Нужно найти способ, как хранить себя в балансе, и тогда начать какие-то движения к эмиссии. И, собственно говоря, вот о тех самых людях, которые сидят дома, они не могут выйти, не могут заниматься нелюбимым делом, не буквально обеспечивать себя, и вынуждены постоянно находиться под наблюдением на лечении. При этом многие люди талантливые, действительно, со своими желаниями, со своими мечтами, но при этом они парализованы. Что бы ты им сейчас сказала? Терпеть и лечиться. Однажды будет лучше. Это всё, что реально можно сказать, чтобы не прозвучать. Вот, я выздоровел. Смотрите, я замечательный человек, я веду интересную жизнь. Это будет звучать и Бога. Поэтому, на самом деле, всё, что можно сделать, это, во-первых, терпеть, сжать зубы, и знать, что однажды фаза поменяется, и будет хоть немножеч маленький момент эмиссии, и тогда его можно будет растянуть. Главное — это терпеть. Скажи, когда ты была в Москве, тебе удалось застать протесты? Нет. Тогда ещё это не началось. И в Москве была хротка промежута времени, буквально четыре дня. И в эти четыре дня ничего не было. А как ты, в общем, относишься к тому, что происходит? Не в плане том, что поддерживаешь ли или нет, здесь более-менее всё очевидно. Хотя всё-таки не мешало бы услышать ещё раз твои взгляды. Но меня куда больше интересует, веришь ли ты в то, что это может что-то изменить. Да, это уже меняет что-то. То есть, может ли, ну, пять лет назад, мог ли бы ты такое представить вообще? Там шесть лет назад. Ну, вообще-то да, болотное. Болотное, не, после болотного. Четырнадцатый год, пятнадцатый год, вот этот вот застой. Было сложно представить, что это такое. А сейчас вырастает как бы новое поколение после болотной. Болотное — это ладно. Вот новое поколение, которое выходит, которое хочет что-то изменить, которому не наплевать на то, что происходит, на произвол, который защищает свои права и знает свои права. И хочет их использовать. И сейчас это поколение сталкивается со зверствами. И, может, спустя десять лет, когда это поколение уже дорастёт до чего-то, до возраста, в котором оно реально будет способно что-то изменить, наступит прекрасная Россия будущего. И просто хорошо, что люди не боятся и что они выходят. Это лучше, чем ничего не делать и сидеть и жаловаться. Что никого нет и что можно вообще изменить. Потому что, ну, так всё и меняется по шажочкам. Хотя бы людей не устраивает то, что происходит сейчас. Люди хотят что-то изменить, и люди стараются. Ну, ты считаешь, что это, естественно, точнее, долгий процесс, который займёт не меньше десяти лет. Да, может больше. Пока что-то, пока Россия начнёт меняться. Да, когда у людей изменится менталитет. Я считаю так. Когда они станут более свободными сами по себе. Да, внутренняя свобода. Дело во внутренней свободе, а не во внешней. Потому что, когда внутренняя свобода у человека есть, у людей есть, у нации есть, тогда появляется внешняя свобода. Я уже было хотел спросить, а что делать с теми, кто не разделяет их взглядов, но он отпал сам по себе. Убеждать. Они будут смотреть на то, что люди — это очень стадные животные. И если большинство будет показывать, что вот, это наши права, и они важны. И нужно делать так, чтобы их соблюдали. Нужно добиваться того, чтобы их соблюдали. И если доносить до людей эту точку зрения, люди будут её принимать и постепенно будут меняться. Ну а вот, что касается, так сказать, граждан из противоположного лагеря, которые сейчас пишут в соцсетях, что митингующих нужно давить танками, что мусора всё правильно делают. Насчёт их, как ты думаешь, хоть одна сволочь способна из них на реальные действия выйти, стать плечом к плечу с Росгвардией? Нет, не способна. В том-то и суть, что люди, которые за протестующих, они способны выйти, потому что в них есть какое-то протестное ощущение, протестный дух. А люди, которые пишут против них, они ничего не сделают. Вот в этом и суть. Потому что на них всё равно. Менять страну будут те, кто против режима. Да, то бишь, те, кто пишут такие гадости, они способны разве что посидеть на кухне, под водочку, поругать власть или наоборот похвалить власть. И, соответственно, на этом весь их протест или активные действия заканчиваются. Но что касается тебя, ты готова была бы связать свою жизнь с Россией? Думаю, да. После того, как я закончу сидеть за границей, я бы смогла это сделать. Скажи, а вот обучение для тебя это то и только способ повидать мир? Или же всё-таки ты заинтересована именно в получении качественного образования за границей? Конечно, заинтересована. Потому что у меня есть опыт обучения в России два года на Ильязе. И один год пока что обучение за границей, я вижу, насколько разница сильная. И, возможно, проучившись там долгое время, я смогу привезти что-то в Россию и в русскую систему. Если в тот момент, когда я вернусь, Россия будет... Свободной? Не, не то что свободной, но пригодной для жизни. Настоящий момент Россия для жизни не пригодна. Конечно, есть вещи, которые можно менять. В каждой стране есть свои проблемы. В России тоже есть свои проблемы очевидные, они не маленькие. Но сейчас здесь можно жить, здесь можно вести какие-то дела, хоть и с проблемами. Но всё равно это не ужасно. Ну, проблема в том, что однажды вечером ты можешь идти с работы домой, и тебя посадят на бутылку. Да, вот в этом проблема. Неизвестно, что поучить 10 лет, но, возможно, если будет всё более-менее, люди заинтересованы в том, чтобы создать в России хороший институт образовательный, исправить систему образования, сам подход, сами отношения между преподавателями и учениками. Возможно, я смогу своим опытом как-то помочь в этом. Смотри, когда учился я, я учился в Москве, если конкретно в Зеленограде, на юриста в МИЭТе. Я учился 5 лет, то есть специалист, и нам давали комплексное гуманитарное образование. Мы 4 года сидели безвылазно, то есть приходишь с утра и сидишь до самого вечера, у тебя куча пар, и всё, начиная с мотоанализа, заканчивая программированием, ну, помимо гуманитарных дисциплин, то есть и в качестве права нам преподавали как уголовные, так и гражданские предметы, ну, создавая из нас, так сказать, продвинутых, комплексных гуманитариев с уклоном в юридическую сферу. Скажи, в настоящий момент, ну, точнее, не в настоящий, а в тот момент, когда ты училась, был ли уровень образования на таком же уровне? Или же всё было намного хуже? Поскольку сейчас я, что я вижу, с образованием происходит, по сути, высшее образование находится на уровне каких-то курсов, где по-быстрому тебя там за 2-3 года обучают какому-то узконаправленному предмету и выплёвывают для того, чтобы ты шёл работать в Макдональдс? Ну, я училась в Калининграде, в УФУ, на специальности перевода и переводоведения, английский язык. Я не могу сказать, что там всё было очень плохо. На самом деле, они старались реально дать какие-то знания. Напомни год, пожалуйста. Я поступила в 16-м году и ушла в 18-м году. Прочи, ещё из 2 курса. Чувствую себя старым. Я закончил в 13-м. Некоторые учителя, они были очень хорошие, замечательные и реально старались дать полезные знания, старались дать нам практику. Но были учителя, которым было всё равно. Также были и бесполезные предметы типа ОБЖ, философии, которые вообще даже ни на каком уровне не вспоминаешь. Думаю, самая большая проблема это отношение учителей к ученикам. Это то, что администрация чувствует себя всесильной, это что учителя чувствуют себя всесильными, и что бы они ни творили, университетам ничего не сделают, потому что они учителя других, они не найдут такую зарплату. Потому что зарплата там, мы все знаем такие зарплаты учителей в России. И ученики в итоге чувствуют себя очень беспомощными. То есть ваши преподаватели были кем-то на уровне учителей в школе? Нет, преподаватели-профессора. Ты хочешь аспирантуру, разумеется. Это не сказала, что по фу, это такая ширака. Есть и зарубежные преподаватели, есть преподаватели, у которых большой опыт, у которых опыт работы, опыт преподавания немаленький. Но иногда бывает, когда случаются конфликтные ситуации, администрация всегда на стороне преподавателя, несмотря на ситуацию, если что происходит. То есть нельзя просто пойти пожаловаться, потому что у них все отношения такие дружеские, они все друг друга знают. И разумеется, они будут на стороне преподавателя, чем кого-то там студента, который оскорбился. Но почему ты выбрала именно Китай в итоге? На самом деле, не просто хотелось куда-то уехать. Изначально я хотела уехать в Москву, поступать в ВШ. Но папа был максимально против того, чтобы я ехала в Россию. Он сказал, выбирай куда угодно, только не Россия. Я... Ну ладно. Какой хороший папа. Да, люблю его. И я начала выбирать, смотреть, какие есть университеты, какие варианты есть. Был вариант Франции, потому что они, во-первых, дают много грантов. Есть гранты на университет. Господи, я бы выбрал Францию, 100%. Я один раз чуть в Легион не ушел. Также была Южная Африка и Китай. Ну это уже экстрим. Южная Африка, да. Я потом уже узнала Францию. Ну как бы я знала французский язык на более-менее разговорном уровне. Напомни, на каких языках ты сейчас говоришь? Английский, ну свободный. Верно, к русским, но некоторых тем не хватает. Китайский, французский, я еще что-то помню. Корейский, умею немножко читать по-корейски. Что-то там знаю. Ну вот, как-то собирать в будущем еще корейский, более углублено учить. В универе. Я тоже мечтал стать полиглотом, но мои знания языков ограничиваются английским и праздновать потащила гайзиндеска на японском. Ну вот. И Францию я не выбрала, потому что не знаю, так сложилось. А Китай не было вообще. Мне после поездки в Эфиопию стали очень интересные далекие культуры. Раньше я смотрела только на Америку и на Европу, потому что это все как-то близко, там все понятно, комфортно. Я как-то не задумывалась даже. А после поездки в Африку я реально заинтересовалась в том, что происходит вне нашей цивилизации, потому что наша цивилизация, она, конечно, классная, но она очень маленькая. А за ее пределами существует целый огромный мир, который можно бесконечно изучать и что-то оттуда привносить к себе, смотреть, брать на заметку. И в итоге сделать очень классное. И я выбрала Китай потому что, во-первых, это совершенно другой мир, мир, который как-то развивается и дает о себе знать, который уже не является не последнее место, далеко не последнее место. Практически первая экономика. Да, да. Это, во-первых, ну еще перспектива, конечно, китайский язык. А, ну да. Все мы знаем, кто скоро заселит Сибирь. Все знают, какой язык самый перспективный в плане обучения. И в Пекине живет знакомый моего отца, его коллега. Как-то и там безопасность, и папа туда тоже ездил в командировки. И я, ну как-то так случилось, что решила, ну, Китай. Кстати, а что касается Америки, я слышал, не слышал, а в твоем инстаграме, в твоих сторисах видел то, что ты как-то задумывалась о Лиге Плюща. Да, я в магистратуру собираюсь поступать в один из университетов Лиги Плюща. Пока что я смотрю на Кельский университет, потому что у них есть хорошая программа международным отношениям. Они предоставляют гранты полные людям с гражданством России на данный год, людям, которые происходят из коммунистических стран, то есть возможности и китайстам, и то есть там вообще... Полный фарш. Да, но для этого мне, конечно, нужно будет очень много работать. Я уже составляю расписание, когда я буду что делать, как я буду набирать все плюшки, как я буду развиваться, чтобы в итоге спустя 4 года стать таким человеком, который реально будет достоин туда пройти. Напомню, в каком городе он находится? Тоже не вспомню. Интересуюсь, как человек сам мечтающий и планирующий в скором времени перебраться в США. На самом деле можно простить политическое убежище. У меня так уехал двоюродный дядя. Я чувствую, если наши красные товарищи постараются, то у меня действительно будет возможность. Скажи, а легко ли вообще иностранцам в Китае? Да, зависит от того, какие иностранцы. Например, твой круг общения, то есть учащиеся? Думаю, и зависит от менталитета страны, откуда они пребывают. Это очень широкое понятие. На самом деле ментально очень легко, очень легко, вот, допустим, европейцу приехать в Китай и обосноваться там. Менталитет очень отличается, мышление очень отличается. Я же вначале упоминала, что там даже нисхождение по самим категориям мышления, как люди мыслят. Иная жестикуляция, даже иная мимика. Это всё даёт о себе знать. И думаю, на второй-третий месяц ты чувствуешь себя полностью убитым. Еда другая, язык другой, на английском никто не говорит. Очень сложно. Азиатам, конечно, полегче, потому что менталитет ближе, те же корейцы, им легче. Но в плане возможностей, конечно, особенно для молодых, в Китае намного больше. И вот в этом плане им легко. То, что можно легко сделать легкие деньги. Я слышал, извините, перебью, ты там даже в кино снималась. Да, я снимала сериал, это было буквально на две минуты. Я сидела в поезде, потом начала снимать старушек, которые сели позади меня. И это была вся моя роль. Играла иностранца. А это Дорама или как там? Это сериал какой-то. Я вообще даже не знаю название этого сериала. Вроде не год собаки. Что-то такое. Заплатили хорошо. Да, неплохо. 500 юаней. 5000 рублей. То есть с такой подработкой и случайными заработками там проблем нет? Но есть проблема, если ты попадешься, то тебя депортируют на китайскую бутылку. Попадешься в смысле? Если ты нелегально работаешь по нерабочей визе, то могут депортировать. А все-таки ты ощущаешь себя там как белый господин или как Шувы Гайдзин, которого там все споняют? Я ощущаю себя, у меня нет такого ощущения, что я отдельно. У меня есть друзья среди китайцев, реально хорошие. У меня есть друзья среди европейцев. Я ощущаю себя просто как человек, который в этой среде живет, чего-то там познает. Не белый господин, не какой-то там отброс, просто человек. Просто обычный гость. Да, типа этого. Просто человек. Даже уже не гость, а ты существуешь немножко в своем пузыре, но внедряешься более-менее. Да. На самом деле там очень легко отзнаться в этом плане, потому что белая кожа, европейская внешность очень ценится, ты сразу становишься чуть ли не большинством, с тобой все фотографируют. Все-таки белый господин. Я-то все так не чувствую, просто это на самом деле даже надоедает такое внимание, потому что ты не можешь расслабиться и просто спокойно где-то посидеть, спокойно где-то пофотографироваться, погулять, потому что все равно найдется хоть один человек, который тебе подойдет и сфотографирует лицо. Скажи, а насколько сильно желание китайского правительства лезть в личную жизнь сказывается в повседневной жизни? оно уже, это все идеализовано уже. Ты не думаешь только в китайском правительстве, в Китае? Это везде, просто Китай это подтверждает. А подтверждает потому что люди не чувствуют личного пространства, у них нет личного пространства. Я помню даже такое... Да-да-да, вот об этом я и хотел сказать. То есть вот это все желание постоянно все контролировать, оно накладывается еще и на менталитет. Да, это не звучит так драматично, как звучало бы у нас. Это... В этом нет такой драматики. Это просто как что-то, и я даже помню такой момент. В октябре я и два коллеги папы, они, то есть, ну, один китаец, реальный китаец, он родился в Китае, вырос в Китае, и один литовец. И мы сидели, обедали, и литовец сказал, что, мол, Вэн, у вас же здесь ужасно, вы же... за вами же следят, вы постоянно все оплачиваете, везде камеры, это же ужасно, у вас нет личной жизни, он сказал, ну, а что? Мне нечего скрывать от правительства. И у них у всех такое мнение, они не понимают, почему это может быть плохо, и что там скрывать от правительства, если я не делаю ничего такого, чтобы общество считало плохим. А что ты скажешь по поводу той системы социального рейтинга, которую они вводят? Я скажу, что ее не существует. Как тебе такой поворот? Ну, я же в твоих сторисах это видел. Нет. Где там показывают человека, который, типа, этот не платит кредит, этот там человека убил. Дело в том, что это не система социальных кредитов. Нет такого, нет единой системы, о которой у нас говорят. Есть отдельные какие-то программы, есть... то есть это частные приложения, это частные приложения, нет единой системы государственной. Это приложение показывает только людей, которые не запластили кредит. И не более того. И нет никаких очков, которые там как над головой высвечиваются, что там 100, 90, 80. Нет, это в черном зеркале. Нет, этого нет. Есть, конечно, то есть бывают такие ситуации, я в новостях тоже видела, что люди не могут купить билет по какой-то причине. Все начинают говорить, что, о, это рейтинг. На самом деле, они просто однажды нарушили правила, курили в поезде или чего-то там сделали и им заблокировали эту возможность. То есть есть, конечно, такие моменты, которые... ограничения у людей из-за того, что они что-то сделали в прошлом, там, допустим, не выплатили кредит, набрав кучу кредитов, или нарушили там что-то, правила дорожные нарушили где-то, или там в поезде покурили, в самолёте, или ещё что-то где-то там буянили слишком сильно. Но не существует такого именно системы, которые нас все пугают и называют «чёрным зеркалом» и говорят. То есть китайцы сами об этом не знают. И я, сам начальник, когда приехала, я пыталась разговаривать с китайцем на эту тему. Я просто брала человека и говорила, «Ты знаешь, как у вас ужасно, что у вас здесь чёрное зеркало, что у вас тут кредиты». Они говорят, «А что это система соцкредитов?» То есть они сами об этом не знают. Они просто живут своей жизнью и им на эту систему просто максимально всё равно. А что вот касается гонконгцев, которые недавно вышли на митинг и собрали там сколько? Два миллиона человек? Больше много человек. А здесь у них Гонконг и Китай. По сути, Гонконг, Китай и ещё есть Тайвань. Тайвань и Макао. По сути, это одни и те же китайцы, но менталитет совершенно разный. Это не одни и те же китайцы, потому что историческое прошлое у них совершенно разное. Гонконгцы очень долгое время находились под британцами. И они все говорят на английском, и менталитет у них более европейский. Они даже себе китайцы... Те же гонконгские фильмы. Да. Они считают себя более европейцами, чем азиатами. И менталитет... У них есть такие понятия, как внутренняя свобода, как индивидуализм. Они понимают всё это. А китайцы не понимают. Скажи, вот у нас сейчас, как ты знаешь, тиражируется миф о том, что китайцы братушки, китайцы главный политический союзник. Скоро там американцам дадим пососать а в самом Китае что об этом думают? Точно так же. Китайцы тоже думают, что наши страны, они ух, что они обожают Путина. Путина они обожают больше, чем россияне некоторые. Да, реально. То есть ты можешь просто идти по улице... И их правительство точно так же тиражирует этот мир. Путина просто там по себе популярен. И Россия там тоже популярна. То есть китайцы к русским относятся в большей части хорошо. Они также говорят, что дадим американцам пососать. Путина они реально обожают. Они считают его каким-то идеалом мужества, идеалом чего-то силы. А чем сформирован такой имидж? Интернетом, какими-то там новостями. Они же ничего не знают, что происходит, им и все равно. Они просто видят человека, который ездит на лошадях, купается в проруби, ест тельмени. То есть его вот эта вот пиар-компания, его политтехнологи все-таки сработали. На Китае да. Китайцы они очень за Путина. То есть у меня даже такие ситуации были, что если китаец не знает, как с тобой начать говорить, но хочет себе как-то угодить... Он подойдет тебе и скажет Путин, да? Нет, то есть бывали такие ситуации, что вот я сидела, китайцы хотела со мной заговорить, как это третье колесо здесь сидит, я с знакомым сижу, и он начинает... А вот Путин, да? Да, типа этого. Он начинает разговор, что Советский Союз, как жаль. Да, это вот фраза, реальная фраза, которая была. А потом продолжение там про... Что вот, как хорошо, что Россия дружит с Китаем, потому что вместе мы дадим амедики посысать. А Украина и президент Украины очень глупый человек. То есть вот... Ну вот как-то так вот. То есть я слышал, я не помню, где я это слышал, то, что если там в Техасе можно пойти в бар, сесть, сказать, что ты русский, кто к тебе подойдет, тоже скажут то, что о, да, Путин, нам бы Путина, чтобы всем дать пососать. Да, я не знаю насчет этого, но в Китае они очень любят. Но не свой президент очень любят, они очень любят Си Зиньпина, Путина они тоже любят. В Германии та же самая была картина, когда выходили на митинг, националисты выходили на митинг, требуя Путина куда там, в Бундестаг, а Меркель в Сибирь. При этом не зная, какая национальная политика по отношению к русским действительно ведется сейчас в России. Ну и вообще к европейскому населению. Он узнает просто из-за того, что россияне закрыты в своем интернете, а в своем пространстве из России никаких вот этих вот событий толком не просачивается. Расходимся, ребята, Путин победил. Да, и никто за границей на самом деле не знает, что толком происходит в России. И китайцы, вот они просто смотрят на Москву, они смотрят на чистый воздух, на Путина думают, на россиян, которых они считают просто божествами в плане внешности, высокие, белые. Ну да. И думают, вот это Путин дает. Прошлись бы они, по-моему, подъезда, да? Да, и вот... То есть для них Путин – это такой мифический персонаж, который всем дает пососать. Да, да, вот типа этого. И в России еще национализм. И русские здесь это топ. Не знаю точно. В Китае китайцы – это там, в Китае он очень националистический. Не знаю, они об этом сильно не задумываются. Для них это вот страна, это вот чья страна, тут и хозяин. У них даже это вопросом, думаю, не встает. Я думаю, многих может интересовать. А правда, что японцы для них до сих пор злейшие враги? Для некоторых, на самом деле, да. Наверное, для тех, кто постарше? Для тех, кто постарше, да, это ужас. А для тех, кто смотрит аниме? Для тех уже более-менее все равно. Они нормально общаются, у них проблем нет. То есть у молодежи вот моего возраста, может до 30 лет, у них проблем не возникает с японцами. Но я читала такие ситуации, что, допустим, иностранная делегация могла приехать и не знаю, ребенок какой-то мог начать говорить единственную фразу на английском, которую знал. Это Япония зло. То есть такое случается, но большая часть молодежи она к Японии нормально относится. Наверное, у меня уже не осталось вопросов. Может быть, ты сама хотела бы что-то рассказать нашим зрителям? Или пожелать им чего-то? Пожелать? Ну, я бы пожелала всем, кто смотрит, научиться смотреть дальше в России, научиться смотреть за границей, научиться понимать окружающих А куда они должны подписаться? На тебя. Подписывайтесь на канал Парабеллум и обязательно подписывайтесь на Славин Инстаграм. Он действительно роскошен. Вся суть там именно в ее великолепных сторисах. Очень познавательно, очень энергично, очень позитивно и красиво. Надеюсь. Ну вот, еще хотелось бы пожелать людям, которые смотрят это откуда-то, из глубинок еще откуда-то, поверить в себя, понять, что они, Россия не такая, и россияне не такие ужасные. Правительство у нас, конечно, говно. Все ответственность беру на себя. Но сами люди, они могут что-то изменить. Они далеко не глупые, на самом деле. Россияне, они намного более инициативные, активные и глубокомыслящие, чем многие нации. И если люди начнут верить в себя, то очень многое может измениться. Что ж, спасибо, Славя, за классное интервью. Дай пять. Действительно, я думаю, я и все, кто сейчас это смотрит, все мои подписчики зарядились этим настроем, этим позитивом. и теперь уже пакуют чемоданы для того, чтобы собираться туда, куда они уже давно хотели попасть. Что ж, в Китай, конечно, да. Ну, или кому-то в Северную Корею, может. Что ж, что смотрели нас. Давай. Да, вот так. Раз, два, три. Подписывайтесь на парабеллум и смотрите мои интервью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА